Публичное мероприятие предложено провести заявленное публичное мероприятие на городской площадке в специально отведенном месте на территории Парка культуры и отдыха. Вы поддерживаете? Я бы хотел свои доводы высказать. Вы поддерживаете свою кассационную жалобу? А, безусловно, да. Административный суд РФ, судебная комедия определил решение о станке на сфере города Москвы от 26 апреля 2019 года. Кассационное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 4 апреля 2019 года. И кассационное определение судебной коллегии по административным делам 2-го кассационного суда общей юстиции от 11 декабря 2019 года отменить. Дело на проект на новое рассмотрение в суде организации. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, довольны вы решением? Каково ли решение? Ну, решение ожидаемое, поскольку оно было транслировано уже судёй Верховного суда, который выносил дело на комиссию, заседание которой сегодня было. Я удовлетворён тем, что незаконные акты Останкинского, Московского городского суда Верховным судом отменены. Это замечательно, это здорово. Я думаю, что таких прецедентов по рассмотрению отказов в митингах, на моей памяти, я не знаю. Этим я удовлетворён. Хотелось большего. Я ходатайствовал и просил о том, чтобы, кроме того, чтобы отменить решение этих судов, я просил удовлетворить мой иск в полном объёме. Увы, этого не произошло. Полтора года вот этих матырств вокруг очевидной несправедливости и беззакония ещё не завершились. Ну, сил нам всем, и победа будет за нами. Услышала такую вещь, которую говорил ответчик, это префектура, что земля принадлежит якобы не им, а передана в безвозмездное пользование какой-то иной третьей стороне. Но ведь вы, по тем сведениям, которые у меня имеются от вас же самого, ранее подавали согласование не на территорию принадлежащую, а на территорию рядом с детской площадкой, совершенно с другой стороны от строительства. То есть почему префектура пошла на такой обман? Ну, это вы правы в оценке, это действительно обман. Но, во-первых, иск я подавал на совершенно конкретный отказ префектуры. Там вот этого аргумента не упоминалось. В судебных заседаниях этот аргумент возник, но он не рассматривался, поскольку к моему иску отношения не имел. Я еще раз говорю, что я конкретный документ оспаривал. В этом документе никаких арендаторов, кому чего передано, в этом документе этого аргумента не было. То есть префектура просто сейчас солгова в суде? Теперь это по форме, по существу. Тот участок, на котором мы хотели проводить митинг, приблизительно гектар. То, что передано в аренду, этот участок значительно меньше, и мы на него не претендовали, но мы хотели провести митинг на придомовой территории. То есть вот этот аргумент, он, ну, я прошу прощения, не чистоплотный. Он неправильный, не чистоплотный. Но это так и есть. Да, да, да. Это мы готовы доказывать, потому что заявив это в судебном заседании, дополнив вот свой отказ, ответчик не предоставил ни планов никаких, ни размеров участка. Он голословно утверждает, что вот этот весь гектар якобы передано. Это совершенно не так. Мы хотели провести на придомовой территории. А то есть префектуре придется предоставить все-таки документы в первую инстанцию, которые будут заново рассматривать дело. И уже мы посмотрим, что чему, кому принадлежит, какой участок является придомовой территорией, какой не является. И уже конкретно рассмотрит суд первой инстанции. Больше того, я буду просить не приобщать этот вопрос при рассмотрении, потому что он не содержится в обжалуемой мной документе. То есть он не является предметом рассмотрения? На мой взгляд, совершенно определенно. Я подаю иск на определенный документ. В этом документе никаких передачи, если бы этот... Не отражено. Да, если бы он был отражен в документе, я бы имел возможность его оспаривать, подъявлять свои какие-то аргументы. Но в документе, который я обжалую, этого момента нет. То есть он не подлежит рассмотрению даже. Но если будет рассматриваться, у меня есть аргументы для того, чтобы опровергнуть доводы префектуры. Я, в общем, полон надежд, и дай бог нам здоровья и сил, победа будет за нами, я не сомневаюсь. Ну, мне это, если сказать вот как гражданину, ну, можно сказать, что не очень не надо, но я вижу в этом большой смысл. Нам надо строить свою жизнь, нам надо жить в правовом государстве, про что мы провозгласили во всех документах. Вот. И за это надо сражаться, за территорию свободы. Это наши права, мы их будем отстаивать. И я советую и прошу всех граждан города Москвы отвоевывать это пространство свободы. То есть, Олег Георгиевич, правильно ли мы понимаем, что это не сколько вам надо, сколько ваше сердце печется о других жителях, о тех, кто рядом с вами, о ваших близких, о родных, друзьях и знакомых? Именно так. Это момент принципиальный, да, да. Потому что надо жить по правде. И надо этого добиваться. Спасибо, Олег Георгиевич, спасибо. Мы желаем вам удачи на новом рассмотрении и постараемся тоже попасть на это заседание, если суд нас... Спасибо. Вы вдохновляете меня.